Так, ну что ж, возвращаемся мы с вами обратного эфира на вторую игру Вичи Гейминг против Ихом Кин. Первой встречи одержали победу Ихом Кин за 25 минут. Причем там, ну, ГГшечка была на какой? Минуте на 17-й, да? 17-й минута это минус верхняя сторона, 19-й минута минус центр, и еще там минут 5-6 Вичи Гейминг пытались изобразить какой-то попытки камбэка, да? Для вас продолжает комментировать печенька. После данной встречи ни в коем случае никуда не уходите. Будет матч Ихом Тонфу, также там будут после Ихом Тонфу играть Ньюби Сидек Эвенжерс, IG Vitality против Сидек, в общем, игр огромное количество. Также скоро начинаются матчи на Ньянге, Юго-Восточная Азия будет включаться через полчаса уже на третьем канале. В общем, игр сегодня огромное количество. Завтра еще больше, завтра ЕСЛОН Франкфурт включается в дело. Ну, не хватает разве что Канады Карт на какой-то ночной эфир, чтобы было полноценной 24 на 7 Дота Фест на каналах Рухаб. Вот такие вот делишечки. Фейслис Войт, Даззл и Кунка. Опять у нас заезжает Кунка, но уже для Вичи. Уже они хотят попробовать, как это будет работать. Но не будем забывать, что в прошлой игре вот этот вот проказ через Кейстик Торрент и Санстрайк был вместе как раз таки с Инвокером. Вот Инвокер как раз таки и заезжает. То есть, вот изначально я рассуждал на тему того, что Кунка будет вливать свой ДПС в хроносферу. Такую мы тоже видели. Но не это стало основное. Все-таки Early Game был сыгран как раз таки вот за счет таки... По большей степени за счет Кунки и Инвокера. Кунки Инвокера. Винга, Свардар, ДП и Рубик. Очень много здесь взяли себе и хом героев, которые как раз таки готовы на тимфайт. Но опять-таки у них герои, которые работают по одиночным целям. Чего не скажешь про Вич. Вич все-таки очень хорошие АОЕ прокасты. И даже вот этот вот минус армор потенциальный. Да, от Vengeful Spirit, от Свардара. Что будет очень сильно потом разгонять по ДПС, разумеется, Дэдпропят. В перспективе, разумеется, будет нивелироваться ультимейтом Дазла. Опять-таки все ситуативно, как там получится. Но задумка в принципе, что у тех и других на игру просматривать. Самое интересное, как здесь будут Вичи играть. Смогут ли и хоумы опять с первых минут навязать свою игру. И уже после стадии лейнинга в мидгейм входить в качестве лидера. Либо же Вичи сами уже здесь возьмут бразды правления. И как-то уже будут показывать, кто здесь батя. Лазбан остается для Роти Кей. От Роти Кей, правильно будет сказать. В предыдущей игре, конечно, Хардлейнер команды Вичи оставил после себя ужасное впечатление. 0-5-1, 1 ассист за всю игру. Реведжи просто на мувик, в скобочках нет. Но посмотрим, как у него будет сейчас. Почему не собирают... Что там не собирают Ю на Слардар? Это вопрос из чата. Как бы так ответить красиво? Мне кажется, наверное, потому что не знают. Просто, просто не знают о существовании такого артефакта. Слен заезжает ласт пиком для Вичи. Прекрасное решение. Ну, здесь все-таки по большей части от того самого импакта, который может носить Слен, очень... Ну, по ДПС, разумеется, очень... Так же будет полезно чувствоваться в его Баркрай. Все-таки плюс 20 армора уже на 9-ом левеле. Можно задавать всем своим тиммейтам. И, соответственно, тем самым менее чувствовать минус армора от Виньки. И, соответственно, Слардар от его... Amplify. И это Нага Сайрон подъехала. Здесь будет абсолютно другая игра от E-Home. Такое ощущение, что команды просто поменялись пиками. Теперь у Вичи агрессивный плейстайл, а E-Home взяли себе такой достаточно жадный пик. Ну, посмотрим, накажет ли их, либо же это будет та самая знаменитая игра с Нагой на несколько часов. Кто его знает. То есть здесь вот Нага выступает таким неким эквивалентом алхимику в предыдущей игре. Алхимик, который вынес себе Radiance почти к 20-й минуте. Но, собственно, с этим Radiance он и игру закончил. Не знаю, я что-то здесь в E-Home вообще не верю. Даже несмотря на то, что первую игру они за 25 минут пух и прах разделались с Бёрнингом и компанией. Мне кажется, здесь будет абсолютно все наоборот. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, кто на ком играет. Вичи Гейминг проигрывает с отчетом 0.1. Сайлар будет играть на Свене, Сетевая и Медяной Мокере. Хьюм на, собственно, Дазли. Бёрнинг. Это у нас Адмирал Кунка. Ну и на Фестис Файде будет играть Ротти Кей. И команда E-Home King. На Винге играет Интересный Китаец. Мунлайт на Слардаре. Смайлик ДП. GDH на Рубене. И не менее Интересный Китаец будет играть на Нагисайро. В предыдущей игре у нас Кунка также являлся плеймейкером, но играл без сапога. Вначале здесь Бёрнинг сразу взял себе Бутсел Спид. Противостояние за верхнюю руну. Мунлайт. Мунлайт уже на споте. Подходит еще Сайлар. Нужно заряжать стан. Мунлайт дает краш. Второй станет по Сайлару. Руну забирает ДП. Ну и Саллара огромные проблемы. Отстанется он все-таки напоследок. Бёрнинг Торрен. По двоим Сайлар. Буквально от два удара. Минус Свэн. Фестблат достается. Венжи Фул Спирит. Хьюм. Хьюм также отправляется в таверну. Что они творят? Боже ты мой. Ну еще не хватало сетевая отъехать. Ай до начала. Ну кстати говоря по рунам. Нага Сирена также взяла баунти. Эпик. Эпик фейл. Эпик фейл. Эпик старт. Эпик фейл. Эпик старт. Ну венгар разумеется засуицидировалась. И у нас сразу ставится пауза. Честно говоря непонятная игра была просто от Свена. То есть он бежал издалека. Вот отсюда вот. Так я не понял. А почему я не могу рисовать? А пауза. Потому что пауза. Хотя на миникарте рисуется. Да на миникарте рисуется. Но не суть. И сами так все прекрасно видели. Свен выбегал из-за угла. И мог издалека уже кидать стан. Ну что-то прям в упор подбежал Сайлар. В итоге словил краш от Слардара. Потом второй стан от Ивенги. Украли руну. Украли потом этого самого Свена. Так. Лайт рэнкс. Слардар санстрайк. Умирает. Ну и эта комбиночка у Вич и Гейминг. Так же получается все у них работает. В миде тем временем ДП избавляется от Инвокера. Ну и на нижней линии здесь пока все спокойно. Хотя конечно у Вайда могут возникнуть проблемы. Таймволк у него на кулдауне. Ну Рубик без сапога. Давайте на рассылку по линиям посмотрим. Потому что прям так очень бодро началась старая игра. Инвокер разумеется в виде против ДП. ДП уже идет 2.01. Левел 3.5. На топе соответственно один стоит Слардар. Против триплей. Ну и то же самое. Против триплы стоит Войд. Слардар уже не стоит. Слардар уже отправляется в таверну. Здесь Слардара просто фармят. Лайтс. У него даже спринта нету. Отсюда как-то убежать. Но здесь абсолютно без шансов. Ну и можно уже сразу сказать по прошествию первой игры. И вот вторая игра у нас тоже начинается с того, что Кунг это на позиции саппорта очень эффективный герой оказывается. Но это ни для кого не секрет. Но вот сейчас заходит очень хорошо. Внизу все спокойно. Здесь конечно у Войда всегда будут большие проблемы. Нужно все время держать хп на фул. А то там два контроля от него быстренько ничего не останется. Разминает его здесь активно гоняют. Причем всячески охраняют Нагу. То есть вроде как Винга и Рубик герои, которые могут бегать как-то рвомить. напрягать инвокер в лишний раз. Но ДП говорит, ребята, ко мне не ходите. Я и сам прекрасно справляюсь. Или сейчас ошибается ДП на хосте. Под колл снэпом. Сан страйк. Задоджено. Задоджено. Но было близко. Еще бутылка. Три заряда у мидера команды и хомкин. Так что он сейчас отхиляется и продолжит, разумеется, на свои стояния. Ну, саппорты только выходили сейчас погангать. Рубик заканчивается. У него уже эффект смоука. Ну и можно выходить. На Войда. Воид. Форманшилд. Есть Телекинез. Есть сетка. Нужен стан. Есть стан. Бодиблок. Ну и на этом все. Да. Все-таки, вот, будь у Войда хп, как минута ранее, если на нее тогда бы нападали, возможно, что-то получилось. Но здесь он фу хп. А-а-а. Черная сеточка. Рутик. Боже, как же его подловили легко и просто. Это настолько легкий был. Первый таймболк. Зачем ты подставляешь? У тебя же таймболк на кулдауне. Ну, постой ты просто на экспириенсе за Тавром. Ну, тебя же... Тебя же простили. Тебя не убили. Что он творит? Ладно, на Тайтхантере не пошло, да? Что там за 25 минут у него один ассист. Но здесь... Очень же простого героя дали. Находит нас Вайда в очередной раз. Под иллюзиями можно его неплохо было размять. Но не стали прожимать кнопки. Перетяжка в центр. Сетивай. Сетивай без Векса. Пятый левел. Можно его попробовать. Здесь уже и Слардар. Ну, Рубик решил немножко здесь побегать за Вайдом. Не хотят Вайда вообще никак отпускать. Ну, в свою очередь, 10 Вайд. Также немножечко отошел подальше. Счет 4-2. А впереди Ихум Кин. И все это время фармит Нага. Нагу вообще никто не перегает. Здесь уже Аркан Тапки. Ну и, понятное дело, мы увидим с вами тот самый Рейдинс. Ну, по крайней мере, Майнкерри команды Ихум идет к нему. ДП. Нужен Санстрайк. Не попадает. Не точно. Ну и все-таки умирает. И без Санстрайка получилось. Но, опять-таки, в лучшую сторону отмечаем Бернинга. 3 ассиста. И у него уже скоро появится с такими темпами Аркан Тапки. Конечно, можно рассуждать сейчас на тему Профит на ли сапог на Кунке. С учетом того, что он играет через Марк. Но, в любом случае, пока у него все хорошо. Сардар почти 3-й левел. Что там у Вайда? У Вайда левел почти 4,5. Соответственно, увидим мы его подключение в игре гораздо быстрее. Как здесь Сардар будет себя реализовывать? Как Сардар будет, в принципе, возвращаться в игру, я не понимаю. То есть, вот, обычно как? Айрон Теллен и все, отошел там вот сюда, по фронте, не знаю, в свои леса. Но лучше, чем стоять на экспириенсе и то опасаешься, что тебя как-то убьют. Он спасает Лару. Сардар не стал, обратите внимание, Раш и Доминатор взял себе по Т-шечку. Интересно. Интересненько. Тем временем, находит Рубика, Рубик, Хрис, Торрент. Нужен Санстрайк, но и без Санстрайка здесь от Рубика избавляются. Да, подошел еще Инвокер. Но еще становится 4-4. Пусть Вайя хороший старт. Несмотря на то, что он отдался в начале 1-1 ДП, но потом он забрал 3 фрага, и у него уже Килин Спрей. Появились Аркантапки. Кукумки. Ну и сейчас можно попробовать ДП. Как-то в миде забрать. Если Смайлик будет давить, не дотягивается. Берник просто не дотягивается крестиком. Но и ДП уходит. Войд, левел 5 с половиной. Вообще, Нага так-то уже сама может подключаться в замесы. Ну там, с получением 6-го левела. Прилетать, сэйвить ультимейтом. Ну и дальше отправляться фармить. Причем, помимо Аркантапок, я так понимаю, мы здесь еще увидим Аквилу. Экзорцизм. Сифон. На Бернинга. Бернинг. Бернинг. Под Грейвом. Вовремя прилетает сюда Хьюм. И просто отсюда растопешиваюсь. Не тут-то было, говорит, онлайн. Минус Бернинг. Смайлика не остановить. Он идет дальше. Два Сифона. Не получилось отхилиться. Слишком пока еще тоненькое ДП. Ну и отправили ее тоже в таверну. О, размен получился Мидера на Саппорта. Сетевая, как же ты играешь. Умирает. Мидера на Саппорта и Мидера. Вот теперь будет точно. Ну и самое главное, Венгата забирает Стрик. Эти структуры будут фортифированы. Радиент, топ-тавер, под атакой. Но, опять-таки, это если Нага будет идти на какое-то контактное противостояние. Да, но здесь, я так понимаю, Нага будет под сплит. Селар, под Сифоном. И с формы, там третий с формы. Бернинг, Торенн, Санстрайк. Это минус ДП. На ровном месте. 6-6. И это уже совсем другие Хоумкин, которых мы видели в первой игре. Но пока что. Пока что именно так. Туповые крипстаты за Свеном и Нагой. И Нагой, идут они очень ровно. Ну и по нетворстам Свен все-таки почти на тысячу опережает. Все-таки у Наги всего лишь один ассист. Да, у Свена один фраг и два ассиста имеются. Появляются одновременно аркантапки у саппортов команды и Хоумкин. Ну и давайте посмотрим мы на график. Преимущество здесь уже за Вичи 1000, а по экспириенсу 1500. Да, это армлет на Свене. Как бы не было бы это ошибкой. Все-таки, ну понятно, Свен герой, который фармит очень быстро. Но надо бы отводики делать, плюс ему отводы... Сейчас давайте посмотрим, никто не делает, да? Да, отводов у него нет вообще. С другой стороны, я так понимаю, покупка армлета обусловлена тем, что Вичи Гейминг, я считаю, тот старт, та стадия лейнинга, которая у них прошла, вполне приемлемый результат. И, соответственно, можно идти вперед. Потому что, ну не хочется, конечно, не хочется, чтобы Нага разгонялась. Войт, хрансфер на одного Рубика, жадно. Достаточно жадно, но... Минус Рубик. Появляется Хэнд оф Мидас у Сетевая. 4-2-2, Сетевая также, пока его тиммейты внизу, может подкушить центральную линию. Забирает Вингу. Ну и смотрим, смотрим на Нагу Сирену. Но сейчас наступает тот момент, когда ее команда будет вчетвером как-то броняться, фидить, создавать спейс, называйте то же, как хотите, пока у этого героя не появится тот самый заветный Рэдианс. Саллар, разумеется, будет выходить в саблю. Ну что, будут ли дэпыть? Прилетела Винга. Накричала, этого мало. Винга без свапа. Так, Кунка, Крести, Ктуарант, Новый Санстрайк. Рабочая. Рабочая связочка. Ну и очередной плюс в зачет идет Кунке. Кунка идет 0-1-8. Натбет. В предыдущей игре Кунка сколько там было? 3-0-20, по-моему, да? Здесь пока тоже вполне неплохо. Но очередная вышка. Очередная вышка для дайров, а в беде инглокерта свой тавр заденайл. Если что. Соборовал Рубик Форжей. Что у нас там по Наге? Наге 2-0. Маловато. Ну, для такой минуты вообще, конечно, нормально. Все пока хорошо. Самое главное не умирать. Ну и проблема стадии лендинга, конечно, для Ихоу Кинна по многому были обусловлены то, что у Слардара. Только сейчас у седьмой левел, у Слардара, к себе говоря, скоро появится Блинк Даггер. Если вот сейчас ему отдадут Хьюма, Хьюм. Да, есть. Это Блинк. Или не Блинк. Да бери ты Блинк Даггер, что ты думаешь? Конечно. А то бывали у нас такие Слардары, у которых денег там хватает чуть ли не на Слардар, а они там закупают себе ПТ-шечку, Бангварды. Ну и, соответственно, в пике, а самое главное, где инициации 0. Тем временем, Вичи забирает уже третий тавр для себя. Ну что, надо драться. Слардар, с Блинка, ворвался до Сайлара. Сайлар, нужно включать армлет, Сайлар! Успевает включить армлет. Это минус Слардар. Он под сифоном. Сайлар посадили его на крестик. Ну и Салару здесь умирает. Франосфера! Атротикей! Сайлар! Стилл Айф! Ну это минус. Минус Майнкер и Вичи, минус 2. О, и Фом Кин. Даблкил для Сетивая. Ну вот пришла Сирена. Сифом Сетивая. Вернули ДП, Сетивай. Сетивай умирает. Или Густ Волк. Торун там не попадает, но Свармы. Эти Свармы ДП. И ДП забирает Стриксону Кировочку. Ну и 9-11 становится счет. 1600 урона. Хотя Сифон в 88 патче порезан. Базовый урон с 25 до 16, по-моему, да? Сейчас мы точно этот момент проверим. Так, Дэв Пропит. Базовый урон сифон уменьшен. Да, с 25 до 16. Именно так. Что у нас по ДП? Здесь будет Юл. Разумеется. Свен выходит в Саблю. Хотя бы там была масочка. Или... Да-да-да, Сабля. Будет Сабля у Сайлара. Сладар, у которого вообще ничего не пошло вначале, имеет Блинк. У него Транквилы. Два фрага. Три располага в таверне. Ну и 4 ассиста. Также имеет. И вот он врыв. На Вайда. Вайда нужно мгновенно. Заберстить Сайленс. Ну, без шанса. Ди для Ротики без шанса. 10-1 зачет. И смотрим мы на Нагу. У Наги остается совсем немножко. Совсем немножечко до Сакрида. Уже два ассиста имеется. Неплохо. Ну-то пока какой-то непонятный гейминг от Вичи Гейминг. Уж извините меня за тавтологию. Потому что я возвращаюсь к СВ, но смотрю, что у нее нет доминатора. Это нормальная практика, да? Вместо доминатора взять армлет. И видали мы и армлет с доминатором. Окей. Но сам факт. Покупка армлета говорит о том, что вы пойдете вперед. И пик противника этому способствует. Конечно, кому охота играть против Наги. Особенно если у вас там делающего сегодня по горлу. Да? Но он заходит на Рошан. Это я просто все к тому, что у тебя есть доминатор, у тебя есть крипочек. Пока вы там деретесь и параллельно там твой верный саппортер-работяга делает тебе отводы. Ну, если сам не умеешь или не успевает. А это все деньги-деньги. Так сказать, денежно-золотовалютный запас и резерв. Не успевает на Рошана. И Хоум Кин. Но они по-прежнему в смоке. Рубика отправили первым пустить на мясо. Дэш поставил в арт. На хове здесь патифона Бернинга. Есть краш. Это минус Бернинг. Ну, ты приплыл у нас, Адмирал Кунка. Таверну. Рубик сворвал Торен. Торен второй. Ну, Рубику здесь, конечно, бы крестик своровать. Было бы вообще-то шикарно. С этим крестиком и Свена контролить, и Вайда. Да вообще любого. Два контроля от одного героя, это всегда очень мощно. Но пока все идет просто по плану для Ихоум Кин. Да, они временами фидонят, но они делают то, что они обязаны. Они делают спейс для своего мейнгерия. Ну, и скоро начнутся приколы, когда Свен будет миссовать. Зацепили Вайда, Войт. Нужен Сайленс. Есть Сайленс, Торен. Минус Фейслис Войт. Хьюм. Но это был Грейв просто на миллион. Разумеется, Даззл минус. Бернинг. Корабль. Еще сейчас и Бернинг. Айда Вичи. Айда Вичи. Узнаю их в первой игре. Да, это они самые. Фиддить. У них получается, будь здоров. Даблкил для Дэв Проппер. И это еще не все. Сетивай ушел в Гост Волк. И в центре. Но далеко. Далеко уже. Убежал инвокера, не зацепить. Смотри. 25 фрагов мы уже с вами видели за 18 минут. Очень бодрая дота. Сегодня у нас проходит на китайском регионе. Да, в принципе, вчера тоже очень быстрые тайминги. Что не встреча, то все. Две игры по 20, по 3, заняла одну калитку. Но вот последняя встреча, вот Вичи Гейминг Реборн против FCD Club Ace. Вот эта встреча, Яхоу Кинг против Вичи Гейминг. Достаточно интересная. Интересная с той точки зрения, что они непредсказуемы. Хотя, казалось бы, для многих результат уже известен с самого начала. Но ничего подобного. Ничего подобного. Во второй игре Вичи Гейминг борется за ничью. В свою очередь, как Яхоу Кинг идут на победку. Появляется Блинк Даггер у Свена. С СВН по-прежнему с Айгисом. Айгис уже скоро закончится. Разумеется, и Хум Кинг драться вообще не будет. Им этот 2 не сдался ни разу. Ну, разве что и Вичи как-то пойдут на рампу. Но там уже Рэдинс готов. Не будем забывать про это. И фарм-машина под названием Нага Сирена начинает работать. Унлайт. Унлайт. Что будет ли драка. Здесь у нас прям такая лютая позиционка идет, что от одних, что от других. Инвокер далеко. Инвокер. Есть у него Boots of Travel без блинка. Приспичило. В нужный момент приспичило тебя, друг. Причем, посмотрите, какой у них, вы обратите внимание, какой у них мискоммуникейшн. Слардар пишет туалет, и Винга пишет лаги. Но на победку. Другими словами, играем на победку. Напоминаю, что после данной встречи трансляция Рухаба на первом канале не заканчивается. Сейчас будет матч Толку против Ихоум, потом будут играть Ньюби, Сидек, IG Виталити, Сидек. В общем, игры сегодня будет огромное количество. И, кстати говоря, следующий матч начинается по расписанию в 11.45 по Москве и Киеву. Так что будьте готовы. Вич по-прежнему в позиции. Готовы они выходить. Блинкдаггер на ДП. Воу. Готовы они выходят в атаке. Ну вообще, вообще, с учетом того, что анимация хроносферы у Вайда такая, что уснуть можно. И, разумеется, для игроков такого уровня задоджить блинком Хрона большого труда не составит. Это да. Ну и с учетом того, что ДП себя крест скидывает Юлом и после Хреста, после Юл уже уходит на блинке. В принципе, в принципе, задумка есть. Но все-таки, я думаю, здесь все понимают. Попади ДП в хроносферу. И если Вигини будет рядом на подсейв, ее тысячи хп сдуют мгновенно. Поэтому, наверное, все-таки в жир есть смысл, конечно, собираться. Так, у нас тем временем кайтят Свена просто по максимуму. Ротикейт, анимдилейшн. Тем временем, минус дазл. Здесь у нас просто погоня по двум направлениям. Сетивай под амплифайм убегает от Слардара и ДП. Свен ворвался на Нагу. Настоящая Нага. Прекрасная хроносфера. От Фейслис Вайдай. Уже ответочка от Слардара. Стан по Сайлару. Амплифай. Здесь, разумеется, Свен нужно уходить. Все-таки экзорцизм от ДП. Он под минус армором очень... И Рошан мгновенно заканчивается. А Егис, конечно же, в ту же секунду. Вот сейчас думает Мэйкерри команда Вичи Гейминг. Зачем я убежал? А ведь тайминг для секунд решал очень сильно. Он мог в том моменте не убегать, просто отдаться. И все было бы совсем иначе. Вернули ДП. Айсволл на миллион. Ну и на этом момент закончен. Да, 3 в 2 разменялись. Убили Нагу Сирену. Но, в принципе, ничего страшного. Нага уже Рейдин свой давно собрала. И, соответственно, дальше будет разгоняться. Но сам факт. Если игра продолжится у нас такими темпами. Мы с вами видим переворот. Переворот, ну не знаю, минуты где-то на сороковой. Потому что... Очень тяжело будет ее выцеплять. Она будет пушить 3 линии. Уже появляется Boots of Travel. Пошли стрим чекать. Да, возможно. Возможно, пошли стрим чекать. И причем... Вот у нас пауза быстро отжалось. Я вот так же не застрелил на этот момент. Он же как-то быстро в туалет сбегал. Обратили внимание? Даже в армии так быстро в туалет не ходят, как загонял в том моменте Сталар. Молодец. Молодец. Вот сразу видно дотер. Вот у них все четко, да. Продолжается у нас игра. 22-ая минута. Ну и... То есть ли свой? Здесь уже ротики гораздо полезнее, нежели в первой игре. Может быть, Тайхантер не его герой. Хотя... Он на нем всегда хорошо отыграл. Ну, может быть, просто не пошло. Не раздуплился, да? Как говорится. Ну, в такой игре, опять-таки, возвращаемся к тому моменту, что будь сейчас у Свена как раз таки не Армлет, а Доминатор, он сейчас фармил бы не одиночный кемп, а здесь было бы очень-очень много Эншентов. А это все были бы деньги. У него сейчас был бы не Омгор Клаб, а БКБ. БКБ здесь имеет огромное значение для Свена. Самое главное, он не будет рисовать под Рейденс. Под Наги, от ее иллюзий. Что у нас по саппорту Кунки? Вернинг не идет в Экферлендс, как это у нас была Кунка в прошлой игре. Это будет Гвардингрис. Разбивает Смог. В Абражском лесу. Вичи. Прожимается радар от Ихом. Также радар прожимается и от Вичи. Что у одних, то у других. Радар зеленый. И Вичи идут очень жадно. Но они могли сейчас зайти очень красиво в спину. Да, они именно в спину выходят. Что по Смогу? Смог скоро закончится. Здесь крипы. Они смогут. Они могут успеть повернуть направо, и крипы их не заметят. Там уже начинается атака. Нет, не атака. Это просто Сетивай вышел по фарме. Сетивай! Улетает на центр. Сюда пришел Бернинг и компания. Здесь засада просто 2-2-8. Раскрывается ДП с блинка. Врыв сразу от Сайлара. ДП санстрайк. Три удара минус Дэд Кропит. И все. Засада терпит фиаско. Ну, мы лаят. Ребята, я не с вами. Это, знаете, вот как... Как вот в детстве. Все дети побежали воровать яблоки на соседний огород. А кто-то остался там на шухере посмотреть. Ребята, нет, я не пойду. Там злой дед с палкой. Ну его нафиг. Такое, может быть, неразумное сравнение с Дотой. Но вот что-то навеяло. Из детства, как говорится. По графикам, 3000 преимущества за Вичи по экспириенсу 7,5. И в мине у нас здесь что-то интересненькое. Сетивай. Эмплифай дэмэдж на нем, но здесь уже в Гост Волк не выйти. И фрагда остается Наги. У Наги 3000 на руках. Мунлайт находит Хьюма. Прекрасный краш. Ну, разумеется, дает эмплифай, и Хьюма отсюда не уйдет. Есть у него телепорт, есть у него Грейв. Ну, а что с этого? Мунлайт вообще ни в коем случае нельзя давать героев, у которых есть хоть какая-нибудь пассивная способность на баш. У него баши проходят всегда. Он их даже может качать на единичку, и остальные скиллпоинты... там, не знаю, убивать в плюсик, зная, что у него все время проходят. Это просто какой-то читер, а не игрок. Дайя, не знаю, убивать в скиллпоинты... Дайя, не знаю, убивать в скиллпоинты... Стоит второй Рошан. Рошан, разумеется, упадет очень быстро, даже, наверное, без экзорцизма. Нет, все-таки решает прожимать экзорцизм. Торрентом, кунка. Салар готов же врываться, есть у него блокимбар, санстрайк. Очень каленый здесь Мунлайт. Ну что, будет ли врыв от Салара? Прошан каленый, уже 4к хп, подамплифаем Салар, прожимает ГДС. Пора. Варкрай. Ой, как они хорошо стоят, Салар! Есть БКБ, стану всего лишь по одному. Рубик, Ваегис подбирает ДП, но это фейл. Это такой фейл. Умирают здесь Бернинг. У Бернинга громенные проблемы. Бернинг, словил Грейв. Куку, разумеется, отсюда не отпустит. Да, минус кунка. С такой даже на наказ. Мунлайт прекрасно ворвался, стан по двоим. Саленс по троим от ДП. Байбэк сразу от кунки. Нужно убегать. Войтс. Войтс, успеет ли поставить хронор? Ротики успевает поражать таймволк, но он в деревьях. Есть все-таки хроносфера по двоим. Но никакого ДПСа туда не заливается. Находится Алар Мунлайт. Мунлайт, конечно, очень толстый. Ну и пришла Нага. Пришла, ребята, спокойно. Да, прожимается песня. Либо же будет погоня какая-то. Винга. Винга умирает. Ужасный фейл сделал мейнкэрри команды Вичгейминг. Вроде и тайминг хороший словил, и ГДС, и Варкрайв все прожал. И можно было врываться, даже несмотря на то, что он БКБ прожил заранее. Все ок, вчетвером вот здесь вот по лестнице поднимались в одном месте и холм. И они уже даже сами поняли, что ребята, мы передвигаемся очень неправильно. И возможно сейчас Свен ворвется. Но что-то Сайлар провтыкал этот момент. Может быть даже и не поверил своим глазам, что так все легко получается. Тем временем Нага имеет уже Октарин. 13 левел. Ну и вот она Дэд Пропит. 8-4-10 с Блинк Даггером и есть Гост. Ну не знаю, не знаю. А вообще как здесь в принципе уже будут заканчивать игру и Холкин? Потому что... Ну проблем с заходом на рампу у них быть в принципе не должно. Ну с тем, чтобы ломать здание. Все-таки у них есть ДП. Не будем про это забывать. Также Свардар может собрать какой-то дизольт в перспективе. Почему бы нет, дабы строения падали еще больше. Ну и самое главное, их самый большой двигатель вперед. Это Нага Сирена, которая запушивает все линии. Уже полноценно сможет принимать файты. Драться в замесах вместе с своей командой. Ну вот сейчас смотрим Витча в смоке. Видят они ДП. Ворвался Свардар. Санат по одному инвокеру. Здесь Сайлар под БКБ. Выбивает Аигис. ДП. Прекрасный трансфер от Вайда. Отзонил он двоих. И Холкин от своей команды. Ответный трансфер от Рубена. Не менее прекрасный. И вот туда вот Вайда. Правильно обратно в крон, откуда он раздуплился. У Хьюма проблемы. Ну Даззл здесь просто выключили. И возвращает Салар в игру. Как он много запиливает урона-то. Сайларище. Минус Винга. ДП. Задоджил пока корабль Юлум. Выживает на блинке на лоу ХП. Ротикей. На сифоне отхиливается. Ротикей. Да ладно, баш с первой тычки. Войт. Обалдеть. Он умирает. Но и приходит Нага. И спасает Дэдпропе. Либо же будет еще драка. Мунлайт. Стан по троим. Но стан в слив. Там все лоу ХПшные. Конечно хочется их забрать. Но как? Мунлайт. Заходит на второй круг. Блинк у него уже откатился. Есть спринт. Можно врываться. Можно врываться. Стан по одному сетевая. Накинул Амплифай. Минус Даззл. Торрент. И ДП по-прежнему в игре. Даблкил для Наги Сирии. Сетевая под Амплифаем. Сетевая. Нет у него Блинк Даггера. Мунлайт. Посадили его на крест. Успевает дать краш. Успевает повести Амплифай. И от Рэддинсов догорает. Товарищ инвокер. Ну и разумеется с байбека возвращаясь в игру. Айда и Хонкин. Айда звери. Это был Тим Вайп от команды Вич Гейминг. Севен дрался как лев. 6400 урона. Но и Нага Сирена 5700. Жестко. Очень жестко. Ну и смотрим по графикам. Преимущество за Ихонкин. Уже 3000 по экспириенцию. Здесь все ровно. Ну и 30, 30, 32 минуты. Здесь уже Вича. Так рьяно в атаку не идут. И у Свена БКБшечка уже 8 секунд. Свен выходит в Кирасу. Считает то, что вот этого встроенного. Плюс армора. Армлет от Варкрая. Плюс у них есть дазла. Недостаточно здесь. Ну, конечно, Кираса там еще и скорость атаки дает. Но все равно. Находит Вайда. Войд, Грейв. Есть второй стан. Не по таймингу, конечно же. Но Войт здесь должен выживать. Нет. Здесь сформы четко выдает ДП. Хроносфера. От Рубика. Сайлар. БКБ у него заканчивается. Винга. Винга умирает. ДП под экзорцизмом. Дайвит. Просто одна Дэдпропе догоняет всю команду Вича Гейминг. На Т3. Ну и Сайлар. Сайлар уже, блин, откатился. Он может выходить. Замеса выходит на ДП. ДП. Раз, два. Нужно еще один удар. ДП под Гостом. Сайлар умирает. Забирает фраг Рубик. Но это уже минус три у Вича Гейминг. У них нету байбеков. И Нага Сирена идет под Т4. Забирает Бернинг. Бернинг. Торен под себя. Бернинг также отправляется в таверну. Что они творят? Что творят эти Ихолкин? Против них играют их же пиком в первой игре. Они играют уже совсем в другую доту. И их получается не хуже, как в первой катке. И уже заходят на рапу. Рейденты. ДП подставки. ДП подставка. В рейв. На Вайда. Вот. Есть у нас Вера. Ох. Да простят меня болельщики Вичи Гейминг и Ротики персонально. Но что-то этот парень сегодня не в духе. Лип же Ихолм слишком хороши. Здесь двоякое. Двоякое впечатление. Они могли потерять всего лишь одну сторону. Дождались бы Инвокера. И, соответственно, в Питерум бы подэпли за центр или вверх. Но на центр и так зайти не получится. Все-таки Т2 стоит. Но до верха перетяжка тоже такая себе. Решая все-таки Ихолм, в принципе, отойти. Но, тем не менее, они забрали одну сторону. С пониманием того, что за них играет Нага. Это, конечно, Вичи Гейминг. Получает огромные проблемы. Ну и у Руэна подъехал Аганим. А что здесь можно интересного своровать с Аганимом? Кроме Хронсфера, которая будет... Сколько там? 6 секунд, правильно? Длительность со скриптером? 5. 5. Секунд. Ультимативный Даззл. Нет, это все не то. Самое крутое здесь своровать, мне кажется, это как раз-таки ГДС Свена. Это будет очень много импакта, и ваш хардлейнер Слардар станет полноценным кэррием. А вот этот самый Юл Септер, который спрашивали в начале этой игры, либо же в начале первой игры. По-моему, в второй игре, да? Я отвечал на вопрос из чата, почему не собирают Юл на Слардара. Я отвечал на вопрос из чата, почему не знаю, что они не знают этого артефакта, как мы видим. Все прекрасно знают, и Мунлайт... Мунлайт уж точно что-то знает. Нашли. Вайда. Ой, ротики, ротики. Что по глифу? Глиф отсутствует. Это минус центр. Если пойдут дальше. Там, конечно, пытаются как-то Сетивай подсплитить форжами, но... Придется, придется уходить на базу. Как убивать эту Нагу с Тараской и Актарином? Кто-нибудь знает? Дорошана минута 30, прожимается экзорцизм. Глиф ротификацион отсутствует. Войд отсутствует. Пытается здесь, конечно, Сетивай максимум избавиться от крипов. Выиграть время до войда. Но здесь уже, что ни фай, то будет последний для Вича. У них база горит очень быстрыми темпами. Ставр уже практически закончился. Своровал Рубик о Лакрите. Здесь, конечно, если Рубик не трогать, он с этим агонимом с кулдауном спеллстилла 2 секунды. Правильно, да? Наворует очень много. Ох, вот сейчас бы ГДС своровать. Да нету Вижна у Рубена. Хроносфера по двоим. Хроносферу своровал Рубик. Нужно ставить хроносфера ответная. Сэлар. Хорошо, БКБ у него заканчивается. По-прежнему все живы-здоровы. Ротик Кейн уже войд не имеет абсолютно никакого значения. Он здесь свой прокат выдал. Минус Войд. Ну и Сэлар. Сэлара здесь просто кайтит, как ребенка. Это минус Свенчик. Сэлар по-прежнему пока живет он под Грейвер. Вот, имеется, его отсюда никуда не отпустят. Зацепили также Сетевая. Сетевая также отправляется в таверну. Нету Байбека ни у Дазла, ни у Инвокера. Возвращается за Байбека в игру Свен. Ну а что он один сделает против всей этой нереальной горши? ГГ. ГГ пишет Войд. И что это? Радиант Виктория. Вот такая вот, не сказать, что какая-то уж сенсация, но сюрприз. Как минимум сюрприз сделали и Хоум Кинг своим фанатам, обыграв Вичи Гейминг в двух уверенных встречах. Первая игра 25 минут, вторая игра 36 минут и набирает 2 поинта. Так, значит у нас время 11 часов 15 минут по Москве и Киеву. Следующая игра, которую мы с вами будем смотреть, это будет Тонфу и Хоум. Игра начнется через 30 минут. Тонфу и Хоум Кинг, разумеется, на этом не заканчивается. Музыкальная пауза и врываемся дальше. Для вас, кстати говоря, данную встречу и последующие встречи будут уже комментировать адекватный смайл. Поэтому, разумеется, обязательно приходите. На этом все. Для вас комментировал Печенька. Завтра увидимся вновь с утра. Будем комментировать вместе с инмейтом. Я желаю вам всего хорошего. И напоминаю, что никуда не уходите. Трансляция, игра начнется совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok